Сегодняшний день нашей рыбалки с Андреем закончился Вчера, кстати, забыл сказать, уже снимать не стали Этих ребят, которых на поджирике вчера вытаскивали Мы с ними провели очень веселую ночь Они потом подъехали к нам и решили остаться тоже на нашем таборе на ночь Спать мы легли в 4 утра, а в пол седьмого мы уже встали И сегодня у нас был очень тяжелый день Ну и что хочу сказать, конечно, какое открытие рыболовного сезона, конечно, без вкусняшек Конечно, одну рыбку все было выпущено, даже что не снимали на камеру Но одну рыбку, конечно, ради этого дела нам пришлось забрать, чтобы сделать уху и поджарить рыбу Помыли стульчик, вернее, стол, все тут приготовили, посуду Андрюшка все у нас набрал Видите, котелки, бутылки, все чисто, горная вода Все у нас, как бы сказать, есть всего по чуть-чуть И будем жарить рыбу Ну, самый элементарный секрет, в принципе, никакого секрета нет, прежде чем жарить рыбу Ее сначала нужно, самое главное, как я люблю, просолить Это делается элементарно Просто берется рыба, вот так вот, просто натирается кусочки Солью И это нужно примерно в течение получаса-часа, да, Андрей Николаевич, я обычно оставляю Да, нет, полчаса Полчаса, да Да, вот так вот она просто, видите Делается солью И это все просто на полчаса, на часик остается, чтобы она все это впиталась в рыбу Дала небольшой сок и как бы чуть-чуть пропиталась, подмариновалась Специи, кстати, я никаких не использую Потому что, сколько пробовал всякие специи Мне кажется, что эту чистую горную рыбу все эти специи только портят Да, приглушает Да, приглушает От этого только чисто Соль и свежая рыба И больше ничего я в этом плане не уважаю Так вот мы ее натираем Просто И Оставляем На полчасика Чувствовал, Андрюх? Да, сейчас буду все делать Так, ну вот, помаленьку у нас все готовится К нашей трапезе Осталось только начать готовить Вот, берем, прогреваем Сковородочку Все сработало, все у нас Горит Вот, осталось два у нас масла Ну, я думаю Использовать надо То, которого у нас Поменьше Вот Ну, желательно, конечно, обойтись именно одним маслом Чтобы два разных вида масла Не мешать Вот С маслом сильно экономить не надо В муку можно еще буквально совсем чуть-чуть добавить Соли И все это дело Размешать Вот Видим, что все уже сковородочка быстренько махом зашкварчала Сковородка у нас сандуха чугунная И, в принципе, мы можем уже Выкладывать Рыбку Ничего тут такого секретного нету Вот 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 заложили рыбку сейчас все зашкварчит и нужно будет потом просто на какой-то момент убавить температуру газовой горелки и как бы сказать подольше на малом огне это все зажаривать я люблю это дело делать так рыба она весенняя худая, тощая жира в ней соответственно никакого нету так как она перезимовала зиму так что тут на сливки надеяться не приходится ну вот рыбка у нас жарится зажарил я его до такого цвета до хрустящей корочки каждому это нравится по-разному ну а я предпочитаю это делать так Андрюха любит это употреблять вот таким образом никаких хитрых секретов нету мы просто с Андреем жарим свежую рыбку запашок уже пошел в это время Андрюха уже сварганил костерчик и на нем уже стоит котелок для ухи параллельно с жаркой рыбы вот продолжаем готовить чуть-чуть я тут подпалил но это не страшно шкура толстая у нее будет сочное мясо а так вот что у нас уважаемое получается вот такая вот рыбка аппетитного цвета вот что бы еще хотелось отметить уважаемые рыбаки вот когда едете на природу то берите с собой вот такие вот большие пакеты под мусор и все свои отходы видите весь мусор скидывайте туда и когда мы еще будем убирать вернее уезжать мы еще обязательно приберемся и постараемся конечно еще прибрать и после тех рыбаков которые были до нас вот дальше продолжаем все готовить ну у Андрея здесь все в процессе вот Андрей у нас коренной дальневосточник и он в этом знает настоящий толк как сделать максимально быстро чтобы чтобы закипел наш котелок для ухи дымок дымок вот конвейер на работает и как только дошло время чтобы ставить кусочки рыбы на ребро чтобы обжарить ее со всех сторон и освобождается лишнее на сковородке место сразу же докидываем свежие кусочки чтобы все было быстренько и чтобы масло у нас не успело сгореть и как меньше было канцерогенов и больше вкуснятины пока у нас делается с Андрюхой уха мы решили конечно попробовать свеженькой рыбки ну за рыбалку ну за рыбалку загорелось покраснело у тебя ну че в сезон нормально открыли пока мы ходили катушка готова давай закидывать рыбу надо посолить еще не солили вот на такой котелок пока с рыбой возюкались и свеженуку отведывали не успели потом уже перчик добавим не ну это понятно в конце сейчас не понимаю даже сколько соли надо вбухать сюда еще чуть-чуть да столько вот мы делаем так луковицу просто режем напополам кидаем потому что немногие любят лук но мне кстати лук луке нравится он делается сладкий укропчик это святое дело как это без укропчика никаких мы таких честно скажу с Андрюхой не придерживаемся кулинарных изысков делаем просто так все от балды и нам это очень нравится кидаем лаврушку я кидаю укропчик кидаем лаврушку перчик горошек горошком надо горошком не могут горошком есть вот черный горошек высыпался высыпался да нормально чутенько а можно еще чуть-чуть потому что объем котелка не детский тут можно целую армию накормить а мы тут на двоих молотый перец по вкусу да да конечно молотый кто его швыкнута молотый бухает его по вкусу уже по факту добавляет да мне кажется это достаточно и укропчика и все о какая она у нас вообще матная смотри получается глаза там уже белые сейчас надо зазырить что там у нас с рыбой непонятно главное чтобы рыбка то у нас чтобы не не разварилась это самый главный момент ах дым глаза ест самый главный момент чтобы это не разварилась картошка и не разварилась уважаемая рыба и не получилась каша я такую хуйню люблю главное чтобы она была чистенькая прозраченькая Ничего, чтобы там было не разварено Вот тогда получается То, что надо Эндрюша Давай тряпку, наверное, сейчас скоро снимать будем Ох, она рыбка И картошечка не разварилась Уха чистая, прозрачненькая Прям вообще как надо Ну, холм у нас постояла, потомилась Догналась Вот, смотрите, какая Смотри, какая чистенькая Посмотрим Держи, брателло Только для нормальных пацанов Как брателло, брателле Не, ну рыбка вообще вкусная, сочная такая Ничего, все, перчика черника Да, давай там Перчика, шмерчика Ароматик, да? Сейчас еще пока, мушки нету, комаров нету Они же там выналекают, они когда чуют, да, добычу это Да, сейчас вот весна вообще самый кайф Еще каровоз, хотя комари Верхний свой бы уже был покрытый Вот самое кайфовое ухо Смотрите, рыба я достал половником Она у нас не разварилась И целиком, видите, и картошка тоже не разваренная, не крошится И жижка сама чистенькая, чистенькая Бульончик Жирок плавает Ну рыба, конечно, тощая после зимы Не, ну все равно, это свежая О, кайф, конечно Конечно, ну вот с Андрухой, конечно, сейчас вот вообще Сезон открыли на все сто И ушица, и жареная рыбка Да, вообще кайф, мужики Всем, уважаемая, рекомендую Открыть сезон Минимум, как мы А то и лучше нас Так мы сколько еще пожелали этих малышей, да? Да, вообще отпустили много таймешат Да За бубенную колбасу Поздали, да? Ага Там, не знаю, там Чистого мяса там со всеми этими Че там еще этот Окарака, эти, допустим, телячья там Это проще Я думаю, навряд ли бы это Ты поменял бы на эту тарелку Да, конечно А дома сколько это? Я думаю, вообще выхудеем Ты просто нереально приготовить Да, дома приготовить нереально На даче это Костер Котелок Тоже, ну все делаешь это Те же сто грамм это Фронтовых, понимаешь Так че? Ну бесполезно Андрей Николаевич, может фронтовых начислите? Ну ты сегодня заработал Ты сегодня на моторе хорошо шел Порадовал Заслужил, да? Ну вот видите, зрители, Андрей Николаевич сказал, что я сто грамм фронтовых заслужил Вначале было напряжение А потом так Расслабился уже так Сидел на баллоне Пригрелся Баллон горячий Не впереди смотрящий Не смотрящий Даль смотрящий Да, по речке Не смотрящий А так Не, молодцом Потому что места были тоже такие Пикантные Нужно было это Еще это Альдины Неожиданно срывают с берега Ты начнешь льдину обходить Это или на залом улетишь Конечно Зажмешь в залом На льдину Дрифовать как челюстки Прям на льдину залететь И вместе с ним С плавом Идти это донизу Ну что, завтра мы еще порыбачим Да? Два дня мы вообще Как бы две ночи заночевали Сегодня первый день рыбачили Вчера просто отдыхали С мужиками Которых мы на пыжике вытаскивали Открыли сезон Пускай откуда не подумал, что у нас это Пускай откуда не подумал, что у нас это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот наступает у нас Наступило уже утро следующего дня И Все у нас Бутылочки замерзли С водичкой Лимонадиком Вот Заключали барабаны, когда считать стали рано Да, да Это говорит о том, что Перепад температур Между днем и ночью Дело отца Очень-очень даже большое происходит Потому что допустим Вчера где-то еще В 4 часа дня Или в 3 Я по сути дела Раздевался Чуть ли не до голого торса Только в термобелье был А ночью минус Замерзают бутылки Сейчас мы с Андрюхой Разогреем Мушицу У нас чуть-чуть еще Рыбки осталось Сейчас покушаем И пойдем Сейчас пойдемте Сходим на речку Вот Сегодняшнее утро Пол седьмого утра Да, где-то в минус сейчас надо Конечно минус Ну я не знаю У меня руки замерзают Сейчас буду эти перчатки одевать Вот реально руки мерзнут Помни как по осени Меня иногда спрашивают люди Показать наш быт с Андреем Как мы живем Я уже показывал Как мы живем Как мы ночуем Выглядит это вот Примерно так Вот Вот машина Вот у нас матрасы Обшита материалом Андрей там в цехах Обшивает Андрей это материал Оксфорд Как ты говоришь Это матрасы обшиты Оксфорд Да Вот Подушечки Один